добрый день уважаемые подписчики сегодня у нас автомобиль ford ranger 2007 года выпуска двигатель 2.5 турбодизель пробег у автомобиля 187 тысяч километров коробка механическая привод полный сегодня на этом автомобиле мы заменим ремень грм также два ролика ремень и ролики мы купили фирмы skf поднимаем капот и смотрим что нам нужно снять для удобства чтобы подобраться к ремню приступаем сольем немного антифриза чтобы снять нам верхний патрубок для того чтобы вытащить диффузор вентилятора а дальше когда уже мы снимем вентилятор вместе с диффузором нам уже удобно будет добираться до этой крышки для этого поднимаем автомобиль и сливаем антифриз поднял автомобиль по ходу движения с левой стороны вот здесь такая пробочка есть выкручиваем ее подставляем баночку и сливаем антифриз частично ослабил он уже побежал до конца и и сейчас посмотрю снимать не снимать дает полный синий частично антифриз слил пробочку закрутил на место опустил автомобиль и теперь уже можем снимать хомуты для того чтобы снять верхний патрубок хомуты для того чтобы снять верхний патрубок прикипели откручиваем два болта на диффузоре снимаем шланг с расширителя нам мешать будет ну а теперь мы откручиваем четыре гайки на вентиляторе берем два ключа берем накидной на 12 и я взял разводной большой но можно взять на 32 рожковый для того чтобы держать саму крыльчатку сверху одевая ключ здесь вот так вот тем же можно проворачивать ослабляем все четыре гайки после этого мы ослабляем генератор чтобы скинуть ремни с вентилятора чтобы натяжки не было и шкив у нас не перекашивал откручиваем вот эту гаечку и ослабляем болтом на 12 да вот этот болт ослабляем генератор можно сделать по-другому можно сначала ослабить а потом ослабить гайку гаечка на 14 вот таким образом у нас ремень ослаблен и один и второй сейчас мы снимаем диффузор откручиваем все четыре гайки которые мы ослабили на вентиляторе так как диффузор мы будем снимать вместе с вентилятором открутил все четыре гайки снимаем вентилятор все четыре гайки это вооружение также сниму расширительный бачок здесь два болтика головочка на 10 вернее не болтики а гаечки для чего нам надо нам надо снять вот эти боковые накладки здесь уже стоят вазовские клипсы снизу клипсы не ставились и также со второй стороны а 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 и после этого диффузор уже выходит легко сидит снизу вот на таких просто направляющих здесь есть скоба с одной стороны фиксирует и с другой стороны фиксирует нажатием вот так вот если нажать покажу если кому пригодится снимать вот так вот снимается с одной стороны и с другой здесь она тоже на скобе когда можно убрав эту снять диффузор не снимая вентилятора а вот теперь мы можем уже скинуть крыльчатку первое и здесь и это и брак и Сняли оба ремня. Сняли клетчатку с помпы, снимаем проводку, закидываем ее наверх. Вот, а теперь откручиваем крышку вот эти вот болты. Сняли клетчатку. Вот он ремень. Вот наши метки, вот одна метка и вот вторая метка. Они должны быть параллельно друг к другу. Сейчас ищем головку, здесь большая головка на шкив подходит. Головка на 38 на шкиву. Да, головка большая, а вороток у меня сюда тоже большой не подходит, поэтому крутить ее буду газовым ключом. Продолжение следует... Смотрите продолжение в следующей серии. Здесь у нас сверху метки сошлись. Сейчас посмотрим снизу. Так, а где здесь метка? Сейчас протру нижний шкив ТНВД и посмотрю, где там метка находится. Покажу. Провернул еще вал и метка попала на место, как положено. Эти метки параллельно друг друга. И вот она метка на отливе. На шестерне получается вырез. Ну, зарубка такая. А на крышке отлив. Она напротив нее. Здесь кто-то делал свою метку. Он краской сделан желтой. На нее внимания не обращать. Метки выставили. Теперь откручиваем натяжной ролик. Головка на 14. Головка на 14. Снимаем ремень. Ремень стоял оригинальный еще. Уже подсохший, конечно, но без трещин. Трещин нету. Ролики не шумят. Откручиваем поразительный ролик. Берем комплект СКФ. Номер идет ВКМА 94-626. зашлист. В комплекте идет ремень, паразитный ролик, натяжной ролик, натяжной ролик идет с болтом и с фиксатором натяжителя. Здесь получается, я снял старый ролик без натяжителя, без кронштейна, вот он остался. Откручиваем головкой на 10 болт. Это сам натяжитель, который ролик натягивает. Устанавливаем новый ролик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Посмотрел здесь, поманувал ее, маленький болтик. У нас закручивается 7,8, 10,9 ньютонометров, поэтому я поставил, я поставил 10 ньютонометров и подтягиваем его. Этот у нас закручивается 37,52, поставлю примерно 50 ньютонометров, 50 ньютонометров и даже затягиваем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь устанавливаем новый ремень И устанавливаем обводной ролик Субтитры сделал DimaTorzok Затягивается он точно так же, как и этот На 37-52 Нм Но я так же поставлю 50 Все, ремень мы установили Здесь плотненько Здесь слабина Есть незначительная, но ее сейчас выберет ролик Берем Проверяем метки Сверху у нас Не сместилось все по меткам И снизу у нас Все по метке Теперь можно выдергивать вот эту чеку Берем аккуратненько, ее вытаскиваем Все, натяжитель у нас выбрал этот свободный ход Тот натяжитель старый, когда я снимал Я его снял без этого кронштейна Это говорило как раз о том, что ремень растянулся Натяжитель выбрал полностью свободный ход своим натяжением Сейчас проворачиваем коленвал 4 полных оборота И проверяем метки Провернул я Коленвал Опять выставил метки Перепроверяем Здесь у нас метки Вот она Метка И вот на шкиву коленвала Стоит Вот отлив А здесь зазубринка Метка Закрываем крышкой Закрываем Устанавливаем на место шкив Помпы Устанавливаем на место оба ремня Пока не натягиваю Ставим на место диффузор Ставим боковые вот эти Экраны Закрываем Устанавливаем на место швы Закрываем Ставим вентилятор. Закручиваем диффузор. Ставим на место расширительный. Ставим на место патрубок. Ставим на место расширительный. После того, как мы затянем эти гаечки, натянем ремень генератора. Ставим на место расширительный. Затягиваем точно так же, как я откручивал. Затянул я вентилятор. Теперь натягиваем генератор. Ремень выровняю, чтобы смотрелось красиво. Надписи рядом. Здесь старый след остался, я по старому следу ставлю. Натяжка ремней нормальная. Затягиваем гайку. Теперь можно установить патрубок. близости. vanity. Затягиваем гайку. Вспоминную, кал podría зареги. С ת projectorramал. Заливаем антифриз и запускаем. Залил антифриз. Заводим. Заливаем. Заливаем. Удивитель запустился. Пусть немного прогревается. И еще надо добавить антифриз. На этом все. Замена ремня горея мы закончили. Всего вам доброго.